В Украине стартовал второй этап вступительной кампании. С 14 июля абитуриенты начали подавать электронные документы и заявления о выбранной вузе. Традиционно в этот день кипит работа и в приемной комиссии национального университета Одесская юридическая академия. Здесь не просто принимают заявления от абитуриентов, но и помогают будущим студентам и их родителям найти ответы на все интересующие вопросы. Этим в частности занимается консультационный центр бесплатной помощи абитуриентам, функционирующий на базе приемной комиссии Юракадемия. Подробнее о втором этапе кампании в Одесской юридической академии в сюжете наших корреспондентов. 11-классники на старт. В Одесской юридической академии, а также в ее структурном подразделении и юридическом профессиональном колледже стартовал второй этап вступительной кампании. В помощь абитуриентам и их родителям – консультационный центр бесплатной помощи. Подача документов – важное событие в жизни каждого будущего студента, а потому крайне обидно допустить оплошность на этой стадии поступления. О преимуществах вуза для молодых людей рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Одесской юракадемии. Сегодня начинается новый этап вступительной кампании. Если до этого мы принимали людей на базе 9 классов, то с 14 числа мы уже принимаем документы на младшего бакалавра, на бакалавра, а также в юридический колледж на базе 11 классов. Это те люди, которые не сдали ЗНО или у которых есть два сертификата ЗНО, они без проблем могут поступить и получить высшее образование. Помимо факультетов юридической направленности, у нас на факультете гражданские и хозяйственные юстиции есть специальность филология, у нас есть факультет психологии, политологии, социологии, у нас есть факультет кибербезопасности и информационных технологий, у нас есть факультет журналистики, где готовят журналистов и пиар-технологов. И самое главное, на факультете кибербезопасности и информационных технологий у нас сегодня готовят самых востребованных специалистов в сфере IT. Я уверен, что придя в наш университет, вы получите самую развитую инфраструктуру, вы получите самые лучшие спортивные площадки, вы получите центр культуры, а самое главное, самый классный профессорско-преподавательский состав. Именно здесь вы получите то образование, которое определит вашу будущую профессию. Почему? Потому что именно в нашем университете, несмотря на то, что законодательством это не предусмотрено, существует стопроцентное трудоустройство наших выпускников. И сегодня любой, кто получает диплом Национального университета Одесской юридической академии, получает знак качества и 100% свою будущую профессию. К слову, на прошлой неделе работу приемной комиссии высоко оценил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт. Впрочем, впечатление на почетного гостя произвела Одесская юридическая академия в целом. Материально-техническая база, профессорско-преподавательский состав, условия обучения, проживания и досуга. Выпускники школы и их родители полностью разделяют точку зрения министра. Мы знаем Одесскую юрокадемию как потужный и лучший заклад в Украине. И я особо, и моя донька, считаем его потужной кузнецей кадров прокуратуры и криминального следствия. Сергей Васильевич Кивалов – человек очень мудрый и очень потужный. В чем его мудрость и потужность? В том, что он ставит ставку на молодь, на молодь, которая в будущем будет потужной изменой для тех, которые отходят на пенсию и для тех, которые передают эстафету надалі. Вот Сергей Васильевич потужно отстеживает молодь и надает все возможности себя реализовать. Из детства я мечтала быть прокурором, хоть все над мной смеялись, но я четко знала, что я хочу лишь быть прокурором и лишь хочу в Одессскую юридическую академию. Дуже много моих знакомых навчается тут. Взагалі Одесская юридическая академия – это такой довольно престижный вуз, который дает не только хорошие знания, но и мы получим хорошую практику, которая в будущем для нас будет довольно хорошим поставком для того, чтобы получать хорошую профессию. Традиционно Одесская юрокадемия собирает студентов со всех уголков Украины. Большинство молодых людей уже познакомилось со своими наставниками в университете. Все благодаря систематическим дням открытых дверей, как в офлайн, так и в онлайн режимах. Один из девизов юрокадемии в 2020-2021 годах – знакомство с университетом, мечты без границ. Я подаю на филологию, потому что это очень перспективно, и языки в наше время – это нужно, и это продвигается, и это точно не будет лишним. Поэтому я думаю, что это очень хорошее направление. И я пришла именно в юрокадемию, потому что здесь хорошо относятся к ученикам, и это очень хорошее заведение, новое. И очень перспективное. Вы знаете, я когда поступил в юридический колледж, я сразу знал, кем я стану. Я знал, что я буду учиться на специальности права. Закончив юридический колледж, я получил хорошую базу знаний, после которой я смогу твердо знать, что я стану юристом. Ко мне подходили из разных факультетов, и больше всего мне понравилось общение с деканом факультета судебно-административного. Потому что декан, он к себе хорошо расположил, я почувствовал в нем свою душу, своего человека, и поэтому выбрал судебно-административный. Я выбрала журналистику, потому что она мне близка. Я, в принципе, активный человек в своем городе, в своей школе была. И у меня знакомые поступали на ваш факультет. В школе своей я была президентом, поэтому постоянно в моей жизни присутствовало общение с людьми каждый день. Я занимаю активную позицию в общественности, я президент школы, я играла в Лигу смеха, то есть всегда я активна, и для меня эта профессия близка. Один из главных причин, почему саме международные права и влияние, есть именно то, что на этом факультете есть глубокое изучение английского и других мов, что для меня очень важным. А почему национальный университет Одесская юридическая академия, причина одна, потому что я считаю это лучшим университетом вообще Украины. На жаль, я не смог приехать на день открытых дверей, но я смотрел все ваши трансляции, смотрелся библиотеку, фотографии, спорткомплексы. И хочу сказать, что это надзвичайно высокий уровень, и я вижу, что очень много усилий было покладено для створения этих умов для абитуриентов. Обращает на себя внимание тот факт, что нынешнее поколение абитуриентов – целеустремленные молодые люди, осознанно делающие свой выбор. Юноши и девушки подробно изучили специальности, которым обучают в Одесской юридической академии, а также рынок труда. Будущие студенты уверены – с академией им по пути. Я выбрал социально-правовый факультет, потому что, во-первых, меня очень интересует трудовое право и также аграрное. Земля, сейчас знаете, это важный элемент государства, и всегда нужны специалисты. И по трудовому праву тоже нужны специалисты. Почему еще выбрал? У меня многие друзья и знакомые, даже девушка здесь, как его учились, и только хорошие отзывы. Я с детства хотел быть прокурором, а следником, так можно сказать. Чего именно Одесская юридическая? Я хотел жить рядом с морем, а по-другому, мне порекомендовали друзья, сказали, что действительно хороший заклад. Университет на самом деле очень большой, просторный, очень хорошие спортивные комплексы. Взагаля, очень понравилось. Здесь, на Европейском море. В приемной комиссии Одесской юридической академии по адресу Академическая 2 с удовольствием ждут не только тех, кто уже определился. Здесь подскажут, объяснят, познакомят, проведут экскурсию. В общем, помогут сделать правильный выбор. Спасибо. 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 Спасибо.